Давайте начнем с такого наиболее общего вопроса. Осень наступила, неожиданно, негаданно. Вот каким в него входит российский политический режим, Владимир Путин? Вот какие вызовы основные, может быть, какие-то у них успехи или какие-то надежды? Что вы видите, собственно, на вот эти ближайшие три месяца, может быть, четыре месяца до конца года? Ну, мне кажется, прежде всего, надо общую тенденцию обрисовать. Как мне она представляется, это фигура плато. Вот весной Путин вскарабкался на это плато, и он по нему идет дальше. Вверх горных хребтов не просматривается. Выше подняться у него не получается. И к осени видно, что перспектив нет. Потому что и социологические опросы показывают, что ситуация немножко хуже для него стала. Но там зафиксировали падение рейтинга на 3,5%. Дело не в том, насколько он упал. Хотя 3,5% это больше, чем статистическая погрешность. То есть это тенденция. Но дело даже не в этом. Дело в том, что фиксируют это пропутинские социологические службы. В ЦИОМ, ФОМ. И, в общем-то, их задача рисовать победу. Но даже у них есть какие-то пределы манипуляции. Значит, с этим не очень хорошо. На поле боя, ну, я бы сказал так. Это картинка такой мучительно кровавой ничьей. То есть, да, Россия медленно прогрызала, прогрызала. И там на 2-3 десятка километров прогрызла дорогу к западу от Донецка. Все лето и весну. И вот к осени мы видим, далеко не ушли. По сути говоря, зеркальное повторение того, что Украина делала годом раньше. Тоже прорывались, прорывались, не прорывались. Мне кажется, достаточно очевидно, что у Путина примерно такая же ситуация. Он отвоевал, такой выбросил довольно существенный язык в сторону Покровска. Но, во-первых, до самого Покровска дойти не может. А во-вторых, чем дальше идешь, тем больше риск, что у тебя флангов ударят и отрежут. Поэтому приходится фланги укреплять. И вот эта вязкая ситуация, мне кажется, описывается картинкой с мостами. Вот на речке Сейм российские войска строят понтоны, украинские войска их разрушают. Российские войска опять их строят, украинские войска опять их разрушают. На Донецком направлении российские войска продвигаются, на Северном направлении, в Курске, продвигаются украинские войска. Причем быстрее. И вот такая ситуация идти не толкай и ожидать, что идея Путина насчет того, что длинная волна в его пользу, оснований не вижу. Потому что, на самом деле, так или иначе, при том, что, понятно, у Украины не хватает ресурсов все время, не додают с Запада все время, опасаются. Это отдельный разговор, почему, но не додают, понятно. Тем не менее, Украина держится, и прорыва нигде нет, и выхода на так называемый оперативный простор, когда прорвали оборонительные линии и растеклись по незащищенному пространству, нет. У Украины это как раз получилось на территории Курской области, но, естественно, в ограниченных каких-то масштабах. Так что, на Земле какая-то чудовищная, но ничья. Каждый день эта ничья жрет сотни молодых лиц мужского пола с обеих сторон. Но ощущения продвижения нет. И вот то, что там Путин называет СВО, давним-давно уже перестало быть СВО, и в России это практически все понимают, что это война длинная, нудная, чешкоматальная, чудовищная и, в общем-то, бессмысленная. И вот, мне кажется, важным, подводя итоги вот этого весенне-осеннего сезона и переходя к осеннему, весенне-летнего сезона, переходя к осеннему сезону, я бы сказал, что, ну, во-первых, понятно, что боевые действия все выше поднимаются в атмосферу. Потому что Украина наносит удары, там горят нефтеперегонные заводы, нефтехранилища, в ответ России наносят удары, куда получится, потому что оружие не такое точное, но тоже чудовищно болезненно. Потому что если прилетает по инфраструктуре, это очень плохо. Если прилетает по живой силе, может быть, еще хуже, потому что если вот как сейчас ударили, много народа погубили. Но так или иначе война переходит в воздух. На земле она как-то пришла в такую тупиковую ситуацию. И в связи с этим, третья составляющая, это, конечно, информационно-психологическая. Вот стоит почитать, что пишут российские зет-блогеры, они, ну, видимо, считают своим долгом создавать ощущение, ощущение победы. Реальной победы нет, должно быть ощущение. Стоит посмотреть на Дмитрия Анатольевича Медведева, который несет какую-то, ну, просто уже позорную какую-то пургу. Ну, все-таки он когда-то был президентом. Ну, нельзя опускаться до такого собачьего лая. Можно попробовать там изящно кого-то обругать. Но вот такое тупое хамство в лоб и ничего больше. Это настолько оскорбительно для него. Потому что для всех других бронь на врату не виснет, как в России говорят. А он вот спешит облавить, облавить. Ну, и уже надоело. Он, в общем, лает даже звонче, чем Мария Захарова. В общем, зачем это? Ну, надо, я не понимаю. Это знак того, знак слабости, на самом деле. Так вот, эта информационно-психологическая ситуация, она обостряется, потому что реальная война у Путина не получается. Путин же адресор. Значит, соответственно, он должен хвастаться победой. Победой? Нет. Два с половиной года прошло. И что самое неприятное? Ее впереди и не видно. Ее пытаются нарисовать. Но те же самые Z-блогеры, они скорее ругаются друг с другом на предмет того, кто кого предал. Значит, кто нанес кому удар в спину. Они же не могут допустить, что Украина просто мощно воюет и что западная цивилизация выигрывает соревнования не только мирное, из-за чего Путин был вынужден начать войну, потому что мирное соревнование он проигрывал, а еще и военное. И поэтому, значит, или предатели, или удары в спину, или еще какие-то враги. Но ни Путин, ни Россия в их представлении проигрывать не может. Они живут в таком виртуальном пространстве. И это виртуальное пространство укрепляют. Так что, отвечая на ваш вопрос о ближайших перспективах, я думаю, что за ближайшие два месяца ничего сверхъестественного не случится для России спасительного. То есть изобразить победу не удастся. В ноябре, так или иначе, поле боя обнажается, двигаться по нему гораздо труднее, маскироваться. А поскольку у России дефицит в отношении с Украиной вот этих самых беспилотников, у Украины с этим дела лучше. Об этом, кстати, русские блогеры пишут и признают. То понятно, что с ноября ситуация, ну, если не замораживается, то притормаживается. Так что Путин гуляет по плато, но впереди подъема нет, а скорее впереди спуск. Вот когда он начнется, ну, сложно очень сказать, я бы не стал рисковать, потому что всем казалось, что он довольно быстро, делая такие фундаментальные глупости, должен проиграть. Нет, Россия оказалась такая огромная страна с таким огромным ресурсом, количеством ресурсов, что даже при вот этих преступных глупых, тупиковых решениях, она может существовать и довольно успешно, ну, не скажу, что развиваться, но поддерживать статус-кво. Ну, хотя по всем направлениям видно, что понемножку, но ухудшаются, санкции ухудшаются, объем нефтетрейлинга понемножку снижается, там, на четверть, на треть. Газ тоже делается убыточным, Газпром в прошлом году просто убыток показал, в этом, по-видимому, нет, но не за счет газа, а за счет нефти, который Газпром тоже приторговывает. Инфляция, естественно, будет расти, никуда не деться. Ставку Центральный банк будет вынужден поднимать, потому что его задача не допустить этой самой инфляции или хотя бы ее притормозить. Ну, а война жрет свои, там, 10-11 триллионов рублей в год и будет продолжать это жрать. Так что у России впереди блистательных восходов нет. Другой вопрос, что ничего хорошего и Украины тоже нет, но Украине есть надежда, там, на помощь Западу, Украина мотивирована. В конце концов, Украина просто жертва агрессии, все это понимают. Поэтому с нее сравнивать ее с Россией довольно странно. Одна страна напала на другую, и те же самые зет-патриоты говорят, а вот, посмотрите, у украинцев даже еще и хуже, чем у нас. Ну, еще бы. Ну, во-первых, России в пять раз больше, я имею в виду по людскому составу, да и по армии тоже, может, и 10 даже. Во-вторых, она напала, так что ничего сравнивать. Но они вот ищут себе утешение такое. И утешение довольно жидкое. Так что, мне кажется, в течение ближайших нескольких месяцев у Путина дела будут идти хуже, чем они идут сейчас. Это не значит, что он проиграет вот так вот явно. Нет. Но тенденция идет по дворку. Ну, а вы видите, какой расчет? То есть, действительно, вот этот пресловутый расчет на выборы в Соединенных Штатах, что придет наш парень, и как-то мы быстренько договоримся с ним. Ну, вот тот же Трамп буквально, по-моему, вчерашнем или даже сегодняшнем интервью сказал, что за 24 часа все решу, звоню Зеленскому, звоню Путину. Путину говорю, что будет нефть дешевле 40 долларов за баррель, он не сможет воевать, вообще даже жить они не смогут на такие цены на нефть, и все будет решиться. А с другой стороны, ну вот, представляем себе Зеленского, да. Но Зеленский же ездит по миру и просто вытрясает для Украины помощь. Вот сейчас был на Рамштайне, где, опять же, кроме того, что поблагодарил, очень жестко заявил, что нам нужны дальнобойные системы и нужно разрешение их использовать, давайте уже это снимать. Дальше поехал в Италию, договорился о помощи по возобновлению Украины, там, энергосистемы, потому что очень много разрушений именно этого сектора экономики. Ну и в целом, зная Зеленского, он очень жесткую позицию займет, я не знаю, насколько Трамп еще с ним сможет справиться, но тем не менее. Ну, допустим, вот не складывается, и даже тот же Штрам скажет что-нибудь такое, что не понравится, например, Путину. Вот есть, по-вашему, Кремля план, что делать, если ничего с госдепом пресловутым не получается. Вот придется воевать дальше, как и воевали, после, там, декабря, ноября этого года. Ну, Александр, ну, конечно, есть какой-то план. Путин все время требует, чтобы у него на столе был набор планов. Но ведь надо же понимать разницу в том содержании, в котором мы вкладываем понятие «план». Когда Путин начинал войну, план был простой. За несколько недель взять Киев, провести денацификацию, демилитаризацию, оттяпать половину Украины, значит, на всяком случае ее все левое бережье, Киев, отрубить Украину от Черного моря и так далее. На этот план и рассчитывали. И это был победный план. А совершенно очевидно, что он не выполнен. Он провалился, называя вещи своими именами. И если Путин начинал войну, ну, в терминах там политологии, с проактивных позиций, то есть он планировал, он делал то, чего от него мало кто ожидал. Ну, мне казалось, что это настолько очевидная глупость. Я не говорю про преступности, про моральные оценки. Нет, просто это очевидная глупость для его страны. Он подставил и себя, и свою страну под чудовищный конфликт со всей окружающей реальностью на ближайшие годы, а может даже и на большие периоды времени. Так или иначе, план провалился. И теперь он рисует другие планы, уже не проактивные, а реактивные. Он вынужден подлаживаться под ту ситуацию, которая складывается помимо его воли. Ну, конечно, у него должен быть план насчет Курской области. Но при этом мы же понимаем, что у него в плане большом не было оккупации Украины, и Курской области. Он в безумном сне такого не мог представить. И вот она есть. Конечно, у него есть какой-то план, как они будут выдавливать или вышибать. Он так сказал, что задача вооруженных сил России выдавить украинские войска быстро. Ну, там, естественно, помните, Кадырев сказал, через 2-3 дня будут отличные новости. Ну, мы увидели эти отличные новости, как его бойцы обращаются с новыми воротами, обшитыми металлом, в офисе сотовой связи. Вот есть такое животное, которое смотрит на новые ворота, не может понять, что с ними делать. Вот эти джентльмены, они, значит, бились-бились, ну, и, значит, удовлетворились там какими-то красивыми папочками при разграблении этого пункта сотовой связи. Это, что ли, хорошие новости, которые обещал Кадыров. Потом там Алаудинов, по-моему, его фамилия, он обещал себе через 2-3 года вообще, 2-3 месяца, то есть где-то октябрь, должна закончиться война вообще. Ну, понятно, что просто болтуны, вот типа Дмитрия Анатольевича Медведева. При этом они из себя кого-то там изображают каких-то больших политиков. Но это же все реактивные ситуации. Они топорчат крылья, они там кудахчут, пыль разгребают лапками, ну, как положено, петуха. Вышибить не могут и не вышибут. Вот не вышибут они Украину, потому что, из Курской области, я имею в виду, потому что не хватает людских ресурсов, оборонных ресурсов не хватает. Те же самые мосты не могут работать через реку 7, не удается их создать. Украина тоже не может пойти вперед, но ей не надо. А Путин поставил задачу выдавить. Так что они сейчас, ну что, по идее, ведь они начинали эту войну с позиции кум-королю. Мы захватим, Запад заплачет, сопли размажет, сядет на толстую жирную задницу и скажет, ну ладно, Владимир Владимирович, не ссориться же с тобой. Вот ты захватил эту землю, ты ей и владей. Мы в ООН примем какое-то осуждающее решение, но силе поддадимся. Вот такая вот торжествующая хамская манера, пацанская, была Путину свойственна в 22-м году. Теперь она испарилась, то есть он делает вид, что она есть, он слова эти произносит, но все же видят, что он скорее занимает оборонительную позицию, он скорее вынужден реагировать на вызовы, которые на него сыпятся со всех сторон. Значит, у него, ну вот есть план. Он может в какой-то степени повлиять на избирательную кампанию в Соединенных Штатах. И он этим занят, он на это деньги тратит, огромное количество ботов туда запустил и так далее. А работает, в конце концов, против него, потому что никогда прежде так внимательно за всеми этими самыми иностранными агентами, которые получают деньги в РТ или там прямо в ФСБ, в Америке не смотрели. То есть он, если у него есть этот план, то он вообще-то на самом деле жалкий, потому что, а какая разница? Ну, возможно, придет Трамп. Ну, это же человек, который врун, болтун и хохотун, и знаток там бабских струн. От него непонятно, что ему, как ему верить, как ему не верить, вообще, кто он такой. Идеал Путина – это хаос. Это хаос там в Америке, хаос в Европе. Они вот этого стараются добиться. Но это попытка спастись, а не попытка экспансии. Он приспосабливается к тем процессам, которые ведут. Ему надо избавиться от санкций, ему надо избавиться от ограничений на нефтетрейдинг, ему надо на кривой козе объехать технологические ограничения, ему надо каким-то образом решить проблему со слабеющей валютой и так далее. То есть он вынужден отвечать на вызовы. Он не сам бросает вызовы, как он сделал в 22-м году. Он принимает от окружающей действительности все больше и больше острых выпадов и вынужден их отражать. Вот это, по-моему, об этом как-то, Максим Луччев, российская общественность на таком философском уровне не задумывалась. Путин перешел к стратегической обороне. Он все время говорит, нас обидели, а нам наплевать. Нам вот санкции не ввели, а мы себя прекрасно чувствуем. А у нас экономика выросла нам на 3%. Ну, милые мои, экономика, ВВП, это показатель, который учитывает зарплату. То есть чем ты больше платишь зарплатой, тем у тебя выше ВВП. Вот он резко увеличил зарплату трудящимся военно-промышленного комплекса. Главным образом за счет инфляции, за счет эмиссии платежных средств. Ну, там и другие есть ресурсы. Ну, торговля нефтью, конечно. Соответственно, поскольку зарплата резко выросла, ну, значит, и ВВП вырос. От этого лучше жить не становится России. Богаче она не становится, и даже сильнее она не становится. Она вынуждена тратить все больше денег на войну, которую сама же затеяла. И что? Престиж России вырос? Престиж российского оружия вырос? Русский мир стал в глазах человечества чем-то более влиятельным и уважаемым? Да нет. Все же на все посмотришь, на все, что для Путина было важно 2-3 года назад, везде он отступил. Православная церковь потеряла миллионы прихожан. Можно сколько угодно ругаться на Украину, такая вот сякая она. Но эмпирический факт заключается в том, что, ну, я не знаю, сколько на Украине, или, как у вас говорят, в Украине православных прихожан, ну, наверное, миллионы какие-то. Раньше они как-то взаимодействовали с ровкой православной церкви. Теперь линия, не просто красная линия, которую Путин рисует, а вот уже реальная линия легла. Не хотят, они ассоциируются с церковью, которая обслуживает агрессора. Она обслуживает, потому что они, например, нам требуют от попов, от своих, чтобы те молились за победу русского оружия. Так, так. Значит, Черноморский флот где? Украина его загнала в Новороссийск. Большая удача, на самом деле. Крейсер Москва где? Все знают, где. База Севастополь, который, гордость русского флота и все остальное. Где корабли? Корабли оттуда переведены в Новороссийск. Раньше или позже, конечно, Украина нанесет удар не по Крым даже, а по ниточкам, на которых он висит. Это все понимают, что это раньше или позже состоится. Я думаю, что вопрос измеряется месяца. И это будет еще один серьезнейший удар по престижу Путина. В России народ не хочет этого видеть. Вот это самое важное понятие. Потому что то, что кажется очевидным людям со стороны, внутри они не хотят видеть, они руками, ногами, лопушками закрываются, глаза, нос, уши не хотят видеть. Нет, все идет по плану, мы побеждаем. Ребята, если бы вы побеждали, не было бы нужды у Владимира Владимировича Путина отправлять в отставку Сергея Кужугетовича Шойгу. Вот вы взвесьте. Нет, не хотим. Ну и то же самое. А 100 тысяч покойников? А на самом деле, наверное, больше молодых людей. Ну, 70 тысяч, считайте, уже документировано. Считается, что я имею в виду расчеты британцев и некоторых российских специалистов. Это не просто ведь оценки. Это вот собраны некрологии публичные. 70 тысяч, считайте. Значит, на самом деле, в два раза больше. 100-150 тысяч мерквецов с российской стороны. Умножьте на три, получите количество изувеченных или раненых. Значит, где-то 400 тысяч. Это что, Путин это планировал, когда он это начинал? Но люди не хотят этого видеть. То, что там гребут по сусекам. То, что в Москве, слава богу, самый богатый город, в Москве организуют выплату там несколько миллионов рублей для того, чтобы выполнить план, спущенный сверху по сбору вот этого налога крови. И чтобы туда шли не москвичи, а мужики из Сибири. Какой-нибудь сибиряк приезжает, ему оплачивают билет до Москвы, оформляют каким-нибудь там работникам коммунальной службы, и потом он идет служить уже как бы от имени Москвы. И, соответственно, Москва выполняет план за счет вот этих людей. Но выполнять-то она выполняет. А в России-то все равно не бесконечное количество этих мужиков. В Сибири тоже. Это первое. А второе, ему же надо заплатить. Значит, надо деньги напечатать. Эти деньги выпадают на рынок, а этот мужик не работает на фабрике. Он не производит там какие-то продукты, которые можно купить. Он эти деньги получает и выбрасывает на потребительский рынок. Даже если у него эти деньги отбирают командиры, он все равно их выбрасывает на потребительский рынок. Понимаете? А товаров народного потребления больше не становится, потому что все ресурсы и продовые, и материальные тратятся на производство того железа, которое Украина успешно жжет на линии фронта. Насколько понимаю, по тем источникам, которым я привык доверять, в соотношении примерно один к полтора. Ну, то есть, грубо говоря, одна тонна стреляющего железа со стороны Украины, полторы, а может даже немножко больше, тонны со стороны России. Возможно, Путин это устраивает, потому что он думает, что у него этого стреляющего железа в пять раз больше, чем у Украины. Но на самом деле нет, потому что Украина есть источник, а Путин, он уже, стыдно сказать, в Иране покупает всякую стреляющую, эту введение. Так что, какие там планы, и что там Трамп? Естественно, при любом исходе президентских выборов скажут, что это хорошо для Путина. У них работа такая, пропагандистов, что он все это так организовал, американцы тупые, естественно, они выбрали того, на кого им Путин указал. Ну, Демиург, Гегемон, Мудрец и так далее. А на самом деле, какая разница? Вот создать хаоса там не удалось. Очень хотели, не получилось. Идут выборы, морды друг к другу, в отличие от России, матушка, там люди не гадут. Да, есть люди за Трампа, есть люди за Камалу. А кто-то из них победит. Трамп, может быть, захочет разогнать какой-то бунт, но вряд ли получится, потому что в Америке к этому готовятся, это ожидают, это очевидная реакция. Если она начнется, Трампу это будет последний гость в его политическую карьеру. Так что не будет в Соединенных Штатах хаоса. Вы заметили, как сдулся Орбан? Он же, вроде как, в течение полугода руководит Европейским Союзом. Он начал с какими-то там растопыленными пальцами ездить по Европе, как бы Орбанская инициатива. Где она сейчас? Не видно, не слышно. Сдулся. И вот все эти путинские пузыри, которые он представляет, отвечая на ваш вопрос, насчет плана. Вот как бы плана. Вот смотрите, как он отлично с Орбаном договорился. Кончилось с тем, что Орбан теперь решает свои проблемы. Где разжиться газом нефтью? Так что, ну вот, за что ни возьмись, без слез не глянешь. А ведь начиналось все с каким самодовольным видом. Мы сейчас всем нос утрем, мы сейчас с колен поднимемся, у нас сейчас запляшут лес и горы, как Иван Андреевич Крылов писал про квартет. Хоть и такую башню. А вот напоследок еще про расследование о якобы сыновьях Путина. Хотел спросить, наверняка вы с ним ознакомились. Ну, малолетние довольно дети, судя по этому расследованию, там 9 и 5 или 4 года. Ну, тут же сразу конспирология началась, что, вот помните, как Лукашенко называли, папа Коли. Везде тостало этого бедного мальчика, он уже довольно взрослый сейчас. Тут мы видим абсолютно другую ситуацию, скрыт от глаз, очень ограниченное у них количество контактов, понятно, никаких фотографий нигде. Как думаете, себе вообще готовит Путин преемника кого-то из своих, ну, скажем так, из своей семьи? Или же это будет не так? Ну, понимаете, мы же не можем ему в голову запрыгнуть туда и там сканировать. Это только они могут запрыгивать в голову к Мадлен Олбрайт и оттуда там экстрадировать какие-то русофобские идеи, как им кажется. Дело ведь не в том, есть у него в голове это намерение или нет. Дело в том, как устроена система. С какой радости система согласится подчиняться его детям? Ну, у Путин, у него есть определенный антихристовский, дьявольский, скажем, престиж, статус и талант. Он разводит, обманывает, у него дикая энергетика, он не устает устроить эти вербовки, операции, прикрытия, фейковые там всякие процедуры. Вовсе не факт, что его дети, его дочери будут обладать вот этим же, этой же звериной жаждой власти, ради которой он готов на любое преступление. И, соответственно, они удержат эту самую власть. С какой радостью-то у нас что, монархия, что ли? Многие, конечно, хотели бы этой монархии, но это не актуально, потому что население не так сильно, оно Владимира Владимировича Путина любит на самом деле. И чем дальше будет продолжаться этот протест, тем очевиднее будет, что уже сейчас эти блогеры там замахиваются на него, зэд-блогеры патриотические. Ну, как в свое время Пригожин говорил, а если во главе страны дедушка, а если дедушка, дальше следует не совсем цензурное выражение. И вот эта идея, она все чаще возникает. А если дедушка такой, то с какой радости его внучата должны быть лучше? Это не актуально. Ну, помните, ведь был такой Борис Годунов, у него осталось сын и дочь. Он вроде бы укрепился в статусе монарха. Его как пыль этих детей несчастных смахнули, когда он умер. Все, ничего не осталось. То же самое Лукашенко. Ну, во-первых, кроме там Поли есть еще и Витя. И мне кажется, что Витя гораздо больше заинтересован во власти. Но, не знаю, Поля как-то в последнее время его не видать. Но ведь самое-то главное, что Лукашенко власть не отдаст. Он, конечно, любит говорить, как и Тарь Шталин говорил, что вот я скоро умру, а кто он мое место займет? И все сразу забивались под плинтус, потому что как только на кого-то покажут пальцем, так сразу ему через два дня, когда сменится настроение, и когда обострится какая-нибудь психиатрическая проблема, устали, он этому сменщику голову оторвет. Поэтому никто из них, все говорили, да нет, нет, а что вы, как страна без вас? Это невозможно. То же самое Лукашенко. Он тоже любит эту тему пообсуждать, но от власти-то не уйдет. И Путин не уйдет. Потому что он никому не верит. Потому что он на самом деле в глубине глубоко психологически травмированный человек. Иначе бы он не делал таких глупостей. Он все время должен показать всем, что он самый крутой. Ну, вот он сейчас облажался. Он не показал всем, что он самый крутой. Есть люди, которые громко-громко кричат, да, он у нас самый-самый-самый крутой. Они говорят, вот Дмитрий Анатольевич Медведев, они выглядят все глупее и глупее. Поэтому дети, не дети, сыновья, Кабаева, Никабаева, дочери, там, какая-нибудь биоэнергетика, чем они там занимаются, микробиология, если в чем-то. Биотехнологии, чтобы продолжить свой возраст, да, долголетний. Ну да, пока папа есть, у них деньги есть. Папа не будет. Не являются они такими выдающимися научными звездами, как можно было бы подумать. Ну, деньги выдали, да, миллиарды там. Ну, слава богу, папа. А в этом-то и ужас, что Путин уничтожил российское государство. Вот об этом русские люди предпочитают не думать. Потому что государственность – это совокупность государственных институтов. И было все понятно. Ну, вот Путин, Господь его прибрал. Наконец, благодаря горячим молитвам, большей части человечества, вынесли его ногами вперед. И все понятно. Прописано в Конституции. Через три месяца выборы, значит, и выбираем нового президента. Кто-нибудь из этой путинской шоблы вот всерьез верит в Конституцию? Кто-нибудь из них верит, что можно через три месяца провести выборы? И там, как Элла Александровна насчитает Панфилова, так оно и будет. Они же не идиоты. То есть, они совсем не идиоты. Они понимают, что кто власть захватит, тому Элла Александровна и нарисует правильный результат. Потому что дискредитированы выборы, дискредитирована Конституция, дискредитированы политические партии, дискредитирован Конституционный суд, дискредитирован парламентаризм. Все эти институции, Владимир Владимирович Путин, ну, не будем говорить там, что, какое место этими институциями подтирал, скажем так, направил в трубу и стал один. Есть Путин, есть Россия. А нет Путина. И вот эти вот пацаны сразу, будь то Кадыров, будь то Пригожин 2.0, будь то Золотов, какой-нибудь Патрушев и еще масса других фамилий, они что, сядут, соединят коленки, положат руки на коленки, как первоклассники, и скажут, что вот Мишустин, товарищ, тебе написано, что в течение Конституции трех месяцев должен провести выборы с Эллой Александровной, а мы посидим, подождем, какой у вас будет результат. Да нет, конечно. Они будут друг с другом пасть друг к другу рвать за то, чтобы занять первые места. Что Шойгу, когда Путин уйдет, он будет ждать, что с ним сделает ныне действующий министр обороны господин Белоусов? Нет, Шойгу двинет войска для того, чтобы порвать пасть господину Белоусову. И это он всех людей шойгурских, ключевых, Белоусов сражает. Что, ему это простят? Нет, конечно. Поэтому для тех, кто умеет считать на полтора года вперед, я даже не говорю на два, на полтора, понятно, что Путин низвел Россию до статуса недозрелого, такого средневекового султаната. Ну, вот как Чечню превратили в Кадыровщину, так Россию превратили в Путинщину. И хорошего выхода из этой ситуации просто нет. И, кстати говоря, это о чем думают европейцы, и о чем не хотят, наверное, думать украинцы, потому что им сейчас не до этого. Их так достал вот этот сосед, что взорвался бы к чертой матери и исчез. Запад думает в других категориях. Он понимает, что эти 17 миллионов поврятных километров никуда не денутся. И 145, ну пусть 140, пусть там 5 миллионов убьют. Миллионов человек тоже никуда не денутся. И ядерное оружие, которое на этой территории спрятано, перепрятано или в открытую лежит, никто не знает где, тоже никуда не денутся. И вот угробят Путина. И что, расцветут 100 цветов на этой территории? На этой территории, называя вещи своими именами, начнут разбираться крутые пацаны примерно так, как они разбирались на территории ДНР. Не мне вам рассказывать. Там когда как-нибудь там Мостовой с каким-нибудь Захарченко, Захарченко с каким-нибудь там Плотницким, выясняют, кто в доме хозяин. Причем выясняют они с помощью известных средств. Ну так вот, ход номер один, чтобы эта Россия сдохла, чтобы она развалилась на куски. Ход номер два. Вы понимаете, что если они развалятся на куски, я вообще не говорю там, что хорошо и что плохо, я просто описываю сценарий. Между этими кусками сразу начинается гражданская война. Образуется куча беженцев между нами, говоря. И эти беженцы куда деваются? Вот для тех, кто смотрит на полтора шага вперед, возникает вопрос, куда их распихать. На Луну их не сошлешь. Из крупнокалиберного автомата, пулемета расстрелять. Ну, может, кто-нибудь и хотел бы, но вообще-то говоря, это не соответствует западным принципам. И плюс еще атомное оружие. Если Путин накрылся, чего мы все ему искренне желаем, что делает в первую очередь верный союзник Путина господин Лукашенко? Он берет под охрану ядерное оружие, которое расположено у него на территории. Он же не может допустить хаоса вокруг этого ядерного оружия. Накладывает на него лапу, берет под охрану и с местными российскими военнослужащими быстро договаривается. Они что, будут отстреливаться? Значит, появляется еще одна ядерная держава под боком Украины, и руководит ей товарищ Лукашенко. Это радует Запад? Не радует. Значит, при этом я вовсе не говорю, что надо как-то Россию защищать, спасать или еще чего-то. Я рассчитываю варианты. Я понимаю, что хороших вариантов нет. И Запад это понимает, между прочим. Поэтому, в значительной степени, не только поэтому, там есть трусость, есть коррупция, что угодно еще, но один из вариантов, и важный, заключается в том, что они в ужасе смотрят на то, что будет происходить на этих 17 миллионов квадратных километров. Когда ты воюешь, у тебя задача простая – выбить зубы прикладом автомата своему врагу и застрелить. Понятно. И вполне нормальная человеческая ненависть к агрессору. Но когда ты думаешь о войне, ты понимаешь, что да, вот остановил агрессор. Где, как, на каких основаниях, как договариваться. И вот в этом смысле Запад, конечно, поскольку он не воюет, поскольку у него нет этого эмоционального перегруза, который есть в Украине, он, конечно, рассчитывает вперед на полтора шага. И старается каким-то образом этот, по-видимому, как мне, например, кажется, неизбежный процесс распада, каким-то образом его модерировать, не допускать до крайности, чтобы там Путин или остатки путинских бандитов не начали войну с Казахстаном или еще с кем-то. Как-то это надо держать в рамках безопасности. Они же как-то налаживают отношения с Ираном и с Ким Чен Ином. Тот, да, людоед жрет своих людей, расстреливает, они там от голода дохнут. Запад с ним выстраивает отношения. И с Мадуро он выстраивает отношения. И с Путиным в коллективном смысле он тоже выстраивает отношения. Я понимаю, что украинцам это тяжело и противно слушать, но вот так устроена жизнь. Так что желать России развалиться, не желать России развалиться, это visual thinking. Я думаю, что она вне наших с вами желаний после усилий Владимира Владимировича Путина развалится, так или иначе. И произойдет это тем быстрее, чем Украина быстрее нанесет военное поражение. Ну или во всяком случае не позволит Путину одержать военную победу. Это тоже раньше или позже будет воспринято как поражение. Так вот, процесс распада, мне кажется, уже необратим. Путин уже уничтожил механизмы спасения этой территории. И думая на шаг вперед, надо думать о том, как обеззаразить вот эту территорию. Хлоркой посыпать там или вот чем-то еще, чтобы инфекция не расползалась. Ну, я думаю, что люди на Западе... Там много идиотов, но есть и меняемые люди. И вот эти меняемые люди наверняка просчитывают варианты. Как договариваться, что делать. Ну, наверное, надо извиниться перед Украиной, потому что платит она. И она, собственно, решает проблему. Она платит своими людьми. И она останавливает Путина. В этом смысле у нее великая историческая задача. Совершенно почти неподъемная. Но, похоже, справляется. Поэтому только мое уважение к Украине, снимая шапку. А извиняться, ну что? Конечно, мы виноваты. И, конечно, это непростительно. Но как из этой ситуации выбраться? Рывать на груди тельняшку, посыпать голову пеплом – это вещь, наверное, необходимая, но недостаточная.